Свой визит в Рязань премьер-министр Михаил Мишустин начинает с посещения онкодиспансера. Новый восьмиэтажный лечебный корпус на 250 коек построен по нацпроекту здравоохранения. Официально его откроют в июне площадь здания свыше 42 тысяч квадратных метров. Предусмотрены 12 лечебных отделений, 10 современных операционных, а также поликлиника на 150 посещений. Новейшее оборудование преимущественно российского производства. Впрочем, есть и иностранное. Мы запустили трехуровневую систему экологической службы, то, что сейчас об этом в двух словах уже сказали. То есть онкодиспансер по своей тематике, курирует все остальные учреждения области. Вот здесь нарисовано, как выстрелная маршрутизация. Все решения принимаются совместно. Вот надо сказать, уже есть результат. То есть выявление заболевания на ранней стадии уже существенно выросло. Теперь самое важное, это, конечно, получить все лицензии, сертификаты. Достаточно непростая эта процедура. Уверен абсолютно, что с профессиональным министром, с главврачом вы все это быстро закончите. Что важно, что принятое решение, оно подтверждает, собственно говоря, что планирование сегодня медицинского здесь было сделано разумное. Вы правильно сказали, территориальное планирование надо делать сразу, поскольку охват медицинскими услугами, медицинской помощью должен быть понятный и планируемый. Иначе потом приходится все время обращаться за дополнительными средствами. На выставке Михаил Мишустин высоко оценил продукцию предприятий Рязанского кластера. Сейчас там 12 предприятий, объем их выручки по прошлому году составил порядка 100 миллиардов рублей. Это вакцины и лекарственные препараты, в том числе для лечения онкозаболеваний, медтехника, стерилизационное, лабораторное и физиотерапевтическое диагностическое оборудование. Рязанская область готова сегодня стать драйвером увеличения производства плазмы крови. У нас сегодня в регионе реализуются два специнвестконтракта, два производства, большие два проекта. И могут выпускаться препараты плазмы крови и средства для диагностики и лечения онкозаболеваний. Некоторые из них уникальны, никаких аналогов в стране не имеют. Следующая точка маршрута – некогда совместное с иностранцами промышленное предприятие «Ларта Глаз Рязань», производящее стекло и изделия из него. Сегодня его проектная мощность – 750 тонн продуктов в сутки. В линейке – более 15 видов энергосберегающего и солнцезащитного стекла для коммерческого строительства, зеркала и много чего еще. Предприятие входит в перечень системообразующих, его выручка за прошлый год – примерно 8 миллиардов рублей. Важно отметить, что после выхода из российских активов Guardian Industries, компания не только сохранила коллектив, но и увеличила рынки сбыта. А вот для того, чтобы в регионе и дальше хотелось жить и работать, заявил Павел Малков, нужны благоустроенные общественные пространства. Победили в федеральном конкурсе проекты по устройству туристических центров городов. В этом году получим больше 200 миллионов на навигацию, малую архитектурную форму и в целом на приведение к единому стилю всего центра. Будем серьезно заниматься, в том числе работаем с бизнесом, для того, чтобы весь центр стал красивым. Михаил Мишустин и губернатор Рязанской области представил проект большого пешеходного маршрута, более чем в 13 километров. 286 гектаров земли. Большой пешеходный маршрут через Лисковый. Маршрут начнется с торгового городка. Это наш Рязанский ВДНХ. Его построили в 1955 году. Потом он был частично разрушен, заброшен. Затем идем через Лисапарк. Там тоже проходит благоустройство. Мы с прошлого года работаем по программе «Котрансформирование комфортной городской среды». И парк уже сейчас становится одним из любимых видов отдыха для жителей. Дальше набережная, через нее в Кремль. Потом Лыбецкий бульвар. Конечная точка маршрута – Центральный парк культуры и отдыха. Инициативу рязанского губернатора премьер-министр поддержал. Тот самый федеральный проект создания комфортной городской среды, по вручению президента, которым мы занимаемся, он открывает нам такие маленькие жемчужины в каждом, скажем так, уголке нашей замечательной Родины. И здорово, что вы так с душой, вот я вижу, как вы говорите о каждом объекте, о набережной, о Кремле, о новых объектах, которые будут открываться. И это очень здорово. Когда губернатор вовлечен, и когда он, в первую очередь, собирает обратные связи, которые тоже всегда говорят президент от людей, все получится. В заключение Павел Малков обратился к председателю правительства с просьбой оказать финансовую поддержку в реконструкции Кремлевского сквера. «Конечно», – отреагировал Михаил Мишустин, – «все, что сможем, сделаем. Соответствующие поручения дам министру финансов России. Уверен, что этот новый импульс даст возможность сделать Рязань и в целом регион еще более красивым и комфортным», – заключил премьер-министр правительства России. «Конечно», – отреагировал Михаил Мишустин, «Конечно», – отреагировал Михаил Мишустин,